Всем привет! Вы на канале SwapZone. Мы в Краснодаре, меня зовут Василий. И, как вы понимаете, в этом ролике сегодня речь пойдет о проекте Обезьянка. Если заметите, то появились на тенте подтеки. Это говорит о том, что автомобиль уже покидал пределы бокса и сделал это он своим ходом. Мы не хотели снимать никаких промежуточных видеороликов, хотели показать уже конечный результат, но передумали в силу того, что этот проект вызывает очень огромный интерес у аудитории. Совсем недавно владелец этого автомобиля позвонил и сказал, что это очень круто и очень приятно, когда он приходит в какие-то автосервисы, в какие-то шиномонтажки, в те места, которые так или иначе связаны с автомобилями. И люди, работники в Севастополе спрашивают у него, ну что, Иван, завели, ну что, когда поедет. То есть люди, абсолютно не связанные со свапом, связанные просто с автомобилями, знают этот проект, потому что он достаточно широко разошелся по стране. Есть уже масса каких-то видеороликов, которые сняты, которые скачаны, точнее, с моего ютуб-канала в шорце и абсолютно в других пабликах люди мне сбрасывают, я смотрю. Ну, хорошо. Хорошо, что этот проект не оставляет никого равнодушным. На самом деле это очень приятно и огромный пламенный привет Севастополю. Это тот город, из которого у нас этот автомобиль. Спасибо коллеге, спасибо всем неравнодушным, что переживаете, что ждете. Мы тоже очень сильно переживаем, мы тоже очень сильно стараемся. И вот только из-за того, что очень большой интерес к этому проекту, решили вот этот видеоролик снять. Ну, а раз решили, то давайте начинать. Начнем с выхлопа. Вот так выглядит выхлопная система. Она сейчас не собрана, но разложены и все ее компоненты видны. Давайте начнем с самого начала. Изначально мы планировали, что, естественно, будем устанавливать катализатор и думали, что нам хватит одного. Но когда мы увидели приемные фланцы выхлопных коллекторов двигателя 3OR, поняли, что одного будет недостаточно и решили, естественно, сделать два. Два катализатора, соединенные к выхлопным коллекторам соединением V-Band. Это удобные хомуты для глушителей, для систем выхлопных. Далее идет у нас, я вот это называю, рогатка. Она сделана у нас по желанию владельца. То есть владелец попросил изначально, чтобы рогатка соединялась не под острым углом, а вот под таким. Это он попросил, чтобы мы этот угол скрали. Мы хотели сделать его здесь. Примерно в этом месте у нас начинается кардан, то есть конец АКПП. Здесь у нас тоже V-Band для того, чтобы эта рогатка могла спокойно сниматься на газели. Мало ли что, бывает нужно. Гофра для того, чтобы у нас вот эта часть могла ходить немного, потому что здесь у нас два кронштейна, которые жестко будут прикручивать всю эту рогатку, так скажем, как АПП. Это примерно схематика, как на Lexus, на 3UZ, на Celsior. Там также есть под траверсы небольшие кронштейны крепления выхлопной системы. Вот эта труба, это у нас 60-я, как и на двигателе 3OR. Ну а далее, по желанию заказчика, 76-я труба и все на 76-х V-Band. Тяжело искать подобные компоненты, потому что это либо стоит каких-то нереальных денег, либо этого просто нет. Вот эта гофра у нас из нержавеющей стали, она нужна для того, чтобы вся вот эта конструкция могла у нас комфортно жить. Система эта нами проверена, это будет работать 100%. Ну а дальше пошло дорого-богато, как говорится. Резонатор и глушитель сделаны для нас специально на заказ. Это изготавливали в Краснодаре фирма Artex 23. Они занимаются изготовлением премиальных выхлопных компонентов. Вот здесь вот у нас есть шильдик приваренный, здесь есть QR-код, указанный в сайт. И написано, что это выхлопные системы премиального качества. Указана сталь, указан номер и дата выпуска вот этого глушителя. Точнее резонатора, это у нас резонатор. После резонатора у нас глушитель. Глушитель это тот же самый Artex, тоже на заказ, тоже специально для нас, но он управляемый. То есть мы установили, как обычно, заслонку. Заслонка 76-й диаметр. Она у нас установлена здесь. И вот в этой части глушителя у нас прямая труба. То есть здесь глушитель не работает. Когда заслонка откроется, выхлопные газы по пути меньшего сопротивления пойдут в глушитель. Тем самым мы получим качественный звук V8 бу-бу-бу в простонародье. Но когда заслонка закрыта, выхлопные газы идут через глушитель. Он у нас очень тяжелый, набит, качественно сделан. И вот здесь есть вставка, кольцо рифленое. Он пройдет через вот этот лабиринт, выйдет здесь же и пойдет уже опять в этот же наш шотган в последующем. Шотган это обрез. Обрез это косой срез в нашем случае. Когда мы показали владельцу вот эту вот, что это, ну шотган это будет, но пока это просто заготовка для него, владелец сказал следующее. Бля, он вот так классный, такой офигенный. Ой, какая красота, Вась, какая красота. Пиздец. Офигенно. Батя просто красавчик. Он предложил нам не обрезать, но не обрезать это некрасиво. Естественно, мы будем что-то с этим делать. Обрежем, в общем, так, как скажет нам заказчик на вот эту праздную процедуру отрезания шотгана. Он обязательно сказал, приедет к нам и под его чутким руководством, по его желанию, мы поставим картоночку, отметим и срежем именно так, как ему хочется. Для того, чтобы построить вот эту систему, потратилось порядка, наверное, 5 дней, 4-5 дней и потратилась приличная сумма денег, естественно. Глушитель и резонатор это 40, два катализатора это 25, ну и гофры, вебенды и труба еще десятка. Итого сколько получается? 75 тысяч только на материал. Но еще раз повторю, что то, что мы делаем с этим автомобилем, это круто и оно в любом случае того стоит. Да и назад уже пути нет. Ну, с таким размахом начали. Все ленточки у нас из нержавейки. У нас даже вот эти подвесы выполнены из нержавеющей стали, несмотря на то, что кронштейны, которые держат газелевские, все же мы вот по максимуму все болты, которые можно установить, мы ставим из нержавейки. Для того, чтобы это было не просто красиво, но еще и практично, эстетично и самое главное долговечно. Далее я предлагаю пойти в яму, чтобы показать вам, что сделано там, но прежде чем мы туда спустимся, хотел бы отметить, что наконец-то у нас в будке потихоньку начало убывать. Это говорит о том, что конец уже близок, господа. Здесь, в принципе, мы уже все показывали, по-моему, за исключением кронштейнов запасных колес. Но с кронштейнами запасных колес ситуация следующая. То есть, примерно вот так мы повесили. Запасное колесо у нас висит очень низко. Поэтому этот вопрос мы позволим решить владельцу автомобиля самостоятельно. Мы прикрутим эти кронштейны и пропишем их в документах. Но запаски вешать мы не будем, потому что они упираются в лестницу и в удерживающий распашную вот эту дверь механизм. То есть, владелец тут сам разберется. Ну, что-то же нужно оставить ему, чтобы он тоже поделал. Он же фанатеет по этому проекту, так же, как и, собственно говоря, мы. Мы решили, пускай занимается. Это вы видели, это вы видели. В этом ящике добавились коаксиальные провода, идущие на заднюю камеру номер 1, на заднюю камеру номер 2 и заднюю камеру номер 3. Вскоре вот эта проводка облагородится. Это будет у нас обычное стандартное освещение сзади автомобиля, а также розетка на тягово-сцепное устройство. В этом ящике у нас добавились вот здесь вот шланги, провода и, в общем, разводка. Здесь у нас компрессорный модуль, так скажем, компрессорный блок. Там установлено два беркута, позже покажу. И оттуда у нас выходит подача воздуха вот в этот ресивер. Об этом я расскажу, когда мы будем там, потому что там тоже были свои моменты. Вот в этой части рамы у нас расположился дюймовый клапан с 12-ти вольтовой катушкой, которую я заказывал отдельно, потому что очень редко встречаются подобного рода огромные клапана на 12-ти вольтовой катушке. В основном это либо бытовое 220, либо это 24 вольта. Подождать пришлось. Пришлось купить кучу цанг для вот этих вот 16-х магистралей. Ну и, естественно, это устройство у нас запитывает и активирует дудку. Дудка уже дудит. Погнали. Провода на нее вот подведены. То есть я пробросил все необходимые провода, разводку, так скажем, сделал уже. Кое-что уже даже успел проверить. Но в финальном видеоролике обязательно подудим. Подудим как следует. Здесь по заду изменения. Ну вот если видите разъемы, то есть это я уже разбросил на габаритное освещение будки по бокам. И этих лампочек у нас по 6 штук на борту. Но пока сделал только 5, занимаюсь в процессе. По мосту, по мосту, собственно, ничего не изменилось, по-моему. Тормозные магистрали сделаны. Мост покрашен. Я думаю, что все это все видели. Вот эти троса ручника у нас новые. Да, собственно говоря, здесь все как было, так и осталось. Единственное, что добавился у нас кардан. Кардана у нас не было. Кардан это от Ивека Дели. Это у нас 70-ка. Мы решили, что кардан оставим, так же и решил владелец этого автомобиля. Кардан остается стандартный до передней части. Поэтому в сервисе карданных валов нам поменяли только подвесные на оригинальные Ивековские 3 штуки. А передняя часть, передняя труба у нас была заменена. То есть там была труба от Тундра. Она очень толстая в диаметре и тонкостенная. Но мы подстроились под этот кардан, сделали трубу поуже и потолще стенку. Потому что вот здесь стенка миллиметр три, наверное. В общем, кардан выставляли тоже, наверное, день-два. Делали в струну. Изготавливали вот такие вот самодельные траверсы, поперечины. Для того, чтобы они были жесткие, чтобы этот кардан на них у нас не прыгал. Потому что были случаи, когда вибрация при трогании. И, как показала практика, не выдерживают нагрузки именно сами траверсы. Ну, подобную схематику установки кардана мы уже делали на двух автомобилях. Работает и, значит, и здесь будет все хорошо. Значит, глушитель крепится вот на такие подвесы. В самом начале, когда мы начинали делать этот автомобиль, мы купили лист из нержавеющей стали толщиной 2 миллиметра. Доставили его к нам на работу и ходим к соседям, которые занимаются у нас металлообработкой. И потихонечку на гильотине у них режем полосочки. Изготавливаем из них всякие лямочки для баллонов, лямочки для топливного бака, для резонатора, для глушителя. Это маленькие всякие кронштейники из нержавеющей стали, кронштейны для газовых форсунок у нас тоже из нержавеющей стали. Ресивера висят на нержавеечке. В общем, стараемся соответствовать масштабу этого проекта, потому что этот проект гремит на всю страну. Здесь у нас, это у нас конец кабины, начало будки, разъем. В этом разъеме у меня идут провода в будку, то есть на будке будут также габариты лево-право, своя масса. Будет свет в будке, будет люстра и что-то еще, уже не вспомню что. А, большая масса для люстры, вот 6 проводов. Здесь вот располагается еще один пневмоклапан. Это клапан у нас на гудок, который установлен на спойлере. С ним проблем не возникло. Обычный, все магистрали пластиковые на пневме, но с пневмой еще пока все-таки проблема сохраняется. Мы не можем найти утечку. Кстати, забыл сказать, что на кардане установлены вот эти вот страховочные петли. Так делает Мерседес, так делают все автопроизводители и, соответственно, мы тоже стали делать именно так. Здесь, по передней части автомобиля, вот то, что я говорил, мертво прикручивается глушитель вот к этой планке. И, соответственно, вместе с двигателем и с коробкой часть глушителя у нас будет ходить, а дальше скрадывать вибрации будет гофра. Траверс это у нас газель NEXT, естественно, она доработана под двигатель 3OR. Селектор шайба у нас установлен, я в каких-то шорцах, по-моему, его показывал. Механизм можно увидеть вот здесь. Это у нас исполняющий механизм, мотор, лапка, тяга. Ну и, соответственно, тяга воздействует уже на лапку, которая находится на валу выбора передач, так скажем. Здесь вот сделан небольшой термоэкран, потому что здесь будет катализатор. В общем, в этом автомобиле достаточно всё плотно, плотно, прям приплотно. С этой стороны двигателя у нас проходят некоторые магистрали. Здесь идёт подача-обратка, здесь идут коаксиальные кабеля, они спускаются у меня в центре кабины. Сейчас я вам это покажу. Да и, собственно, снизу, по-моему, всё. Больше я не знаю, что рассказать. Сейчас вот мы сняли поддон. Дело в том, что в поддон АКПП мы вваривали датчик, впаивали датчик для указателя температуры АКПП, но немножко переиграли, и он нам теперь не нужен, но пока паяли, вылезла течь. В общем, сейчас перепаиваем, собираем обратно и запустим. Покажем вам, как работает этот двигатель. Пойдёмте наверх. Пара слов о компрессорах. Это два Беркута, не дешёвые тоже. Здесь вот у нас от Арайда какие-то типа Хаба. Здесь есть датчик. Датчик почему-то у нас на 10 бар. Мы сейчас подвисли немного со СДЭКом, как и вся страна, потому что мы хотим уйти всё-таки на 8 бар. Нам нужно 6 включения, 8 выключения, потому что это слишком высокое давление при электрических компрессорах, и общий объём ресиверов у нас 100 литров. Это много, это долго. От нашего компрессора в боксе мы накачиваем эту систему до 6 очков, далее подключаем вот эти компрессора и пока опрессовываем. Первая проблема, с которой мы столкнулись, это то, что выходящий воздух из поршневой группы компрессора нагревается, ну, естественно, оно само собой, и пластиковые ПВХ-магистрали взрываются вот здесь у основания, потому что не выдерживают температуры. Поэтому у токаря мы переточили вот эту дурацкую резьбу от компрессоров, выточили то, что нам нужно, использовали кондиционерные вот эти фитинги, обжали кондиционерный шланг, и вроде как бы проблема пока ушла. Но где-то всё же ещё пока травит, разберёмся обязательно. Здесь у нас подводка, значит, вот этот провод у нас будет включать, здесь будет приходить плюс из салона, с кнопки, а этот провод, это у нас минус, кстати, от тифона, от клапана тифона. Вот эта пластина у нас будет распределительная шина, это нержавейка. Сюда мы прикрутим вот этот чёрный минус общий, отсюда мы возьмём с этой пластины минуса на оба компрессора, и отсюда же возьмём минус на датчик, и с датчика тоже на реле. То есть, когда компрессор включен из салона, то система начнёт работать по датчику. Когда владелец захочет выключить компрессор, то он выключит из салона. Но если система наполнится до 8 бар, она сама себя отключит по датчику. Вот такой компрессорный модуль, так скажем. Под капотом пока изменений особо никаких, собрали впуск, запустили автомобиль. Запустили этот мотор в первый раз, пробросил я некоторые провода, то есть вот эту часть подкапотного пространства я уже даже облагородил, всё учёл, развязал вот здесь силовые провода, но здесь пока не проматываю, потому что нет уверенности в том, что всё ли я сделал правильно или неправильно. Я хочу сначала всё собрать, всё проверить досконально, потом разобрать, промотать, уложить, и только после этого будем тут кататься, выезжать, смотреть. Но мы уже выезжали, и да, она едет. Она едет нереально. По сравнению с тем, что я видел там 3UZ, 2UZ, эта машина прям просто валит. Здесь у нас редуктор. Редуктор это Эмер Палладио. Это у нас поколение, как его Василий НВА Моторс назвал, 4+. В редукторе заварены некоторые отверстия, убрано по факту, ну, то есть она не убрана, мембрана, но её основная цель теперь просто быть прокладкой. В общем, это, можно сказать, технология безмембранного редуктора, с шимрегуляцией подачи жидкого газа, грубо говоря, вот в корпус теплообменника. То есть редуктор теперь у нас просто теплообменник. Система эта будет ещё настраиваться. Мы опять же в этом вопросе повисли на сдеке, потому что компоненты вот этой тонкой настройки, там есть рестайл, есть дорестайл, в общем, не буду погружать Вас в эти тонкости. Они у нас сейчас находятся либо в нашем ПВЗ, либо где-то в другом ПВЗ. Никто не знает ничего, потому что ничего не работает. Здесь у нас ещё будет подсветка подкапотная, и хорошо, что я не проматываю, потому что я тоже ещё не до конца понимаю, как это всё будет выглядеть. Радиатор, в принципе, установлен с электровентилятором, находится вот в этой коробке, но пока не до него сейчас. Нам нужно вот здесь разобрать всё, установить сюда осушитель, подвести к нему провода, вот эти лишние провода поубирать. В общем, почему сейчас здесь так? Потому что нам нужно просто примерить для понимания. Мне нужно понимать, какая будет длина проводов. Папе моему нужно понимать, что где у нас лезет, как это всё размещается, где что будет располагаться. Здесь пока всё. Давайте в салон, потому что там капец. В общем, как я только что показал, у нас поддон снят, запустить пока не получится, поэтому мы сделаем небольшую паузу, но перед ней хотел бы показать вам нечто прекрасное. Смотрите, друзья, это доводчики дверей. Они электрические, установлены в штатные места и работает это вот так. Ещё разок. Это очень круто, по-моему. Обратите внимание, что вместе с открыванием двери у нас загорается подсветка под зеркалом и загорается подсветка в двери. Точно так же у нас куплены вот эти вот новые подножки и здесь тоже будет загораться подсветка. Это реально круто. Это самая крутая газель в стране, у которой есть даже доводчики. И как я говорил в одном из видеороликов, система будет построена следующим образом. То есть дверь открыл, горит у нас зеркало, горит подножка и горит дверь. Но когда автомобиль будет провожать или встречать владельца с отпиранием или запиранием сигнализации, то будет работать только подсветка зеркал. Но мне кажется, что я где-то повернул не туда. По-моему, допустил ошибку, потому что я хотел, чтобы зеркала горели раздельно от сигнализации вместе. Но пока, видимо, что-то пошло у меня не так, но я обязательно с этим разберусь. Всё, давайте дождёмся папу. Сейчас он соберёт поддон, благо он у нас на резиновой прокладке. И продолжим обозревать салон и запустим. Так, ну, давайте расскажу про салон. Здесь очень много моей работы, конкретно по электрике. И мы готовы к запуску. Но прежде чем мы запустимся, давайте всё-таки покажу. Значит, это дефлектор. А-ля китайский, наверное, Алиэкспресс. С подсветочкой. Прикольная штука. Но я решил, что эту подсветку посажу именно на этот резистор, который у нас меняет яркость подсветки панели приборов. Поэтому пробросил дополнительную ветку одним проводом. На нём у меня сидят дефлектора, соответственно, щиток приборов и вот эти два манометра. По этой стойке мы изначально оговаривали, что на видеорегистратор и на рацию я буду заводить дополнительные провода. Я завёл туда часть проводов через свой жгут, но позже выяснилось, что жгут проводов, точнее провод один, который идёт у нас непосредственно на сам регистратор, он уже в себе имеет там закладку и под задний ход, и зажигание, и постоянное питание. И поэтому эти провода, мои проложенные, они остаются дублёрами, они запитаны. Я их замотал, ну, лишним не будет, мало ли. Потом человек захочет поменять или убрать, или что-то изменить, и всегда будет запас. Здесь вот проводок висит, это габарит. Я сначала думал, что я габарит возьму вот на эти два манометра отсюда, с этого жгута, но потом переиграл, понял, что мне придётся спускать, и я решил, что мне проще поднять, сделать дополнительный разъём. В общем, в стойке у меня будет лежать всего два проводка. Один минус, и второй, это дублёр вот этого габарита, он будет запитывать у нас подсветку, и мы будем менять яркость, чтобы ночью не долбило по глазам вот эти дефлектора и вот эти два манометра, хотя в манометрах обычные лампочки. Щиток приборов стандартный от Gazelle Next, но новый. И как можете обратить внимание, вот здесь вот есть дополнительный девайс. Он изготовлен компанией GoSwap KZ, сейчас он отображает нам текущее положение АКПП, то есть мы на парковке, а также отображает температуру. Верхняя температура это двигатель, нижняя температура это АКПП. Это устройство может ещё выводить режим Power, режим Snow и, по-моему, Cruise. Таким образом, мы ушли от панели Next NN, потому что она более сложная, с ней очень много мороки, из-за того, что она слишком напичканная, нужны дополнительные аналоговые входы, и поэтому я решил пойти именно таким путём, предварительно согласовал это всё с владельцем автомобиля. Но щиток, как видите, новый, то есть владелец хотел нули на табло, чтобы пробег пошёл с момента именно свапа. Я не запускал ещё с прошивкой, то есть сегодня только прошили, ну, все знают, что в сдеке проблемы, и у нас повисло очень многое в сдеке, в общем, выкусал-выбил, и сейчас можно попробовать запустить, я даже не знаю, будет работать тахометр или нет. По запуску, значит, докрут реализован на стартере, но будет всё равно кнопка старт-соп, сейчас объясню. Давайте посмотрим, вообще будет ли работать тахометр у нас или нет. Печально, тахометр не заработал. Нужно будет всё перепроверить и перепроверить ещё, что ещё перепроверить, скорость коншины, есть переключатель у меня. Блин, я так хочу, чтобы всё заработало. Не заработало. Ладно, разберёмся. Видеоролик же промежуточный, по этому времени он ещё есть. В общем, вот это устройство, это регулятор напряжения для модного и мощного генератора. Вот сейчас напряжение 12. Его можно выключить и включить. То есть, он показывает напряжение борт-сети, а вот этой крутилочкой мы меняем производительность генератора, который у нас изначально на 390 ампер, но если они все не нужны, то можно снизить их количество. Далее, руль я уже показывал много раз. С рулём мы будем разбираться чуть попозже. Сейчас хотел бы сказать, что пока я собирал вот эти все дела, пока я всё сюда закладывал, учитывал, я очень много раз созванивался с Романом из Севастополя, там ребята занимаются установкой доп. оборудования, делают это достаточно качественно, насколько я понял, педанты, в общем. Тот редкий случай, когда можно повзаимодействовать и очень хотелось помочь, чтобы ребята как можно меньше возились в моей проводке и поэтому я сделал закладку именно на сигнализацию. Значит, здесь заложены провода на кнопку старт-стоп, она у нас будет на центральной консоли, парковка, тахометр, зажигание, постоянный плюс, концевик капота, сирена, ну и в общем всё, что было необходимо, а также заложены к сигнализации управление ближним светом и противотуманками. Это нужно как раз-таки для вот этих наших режимов приветствия и прощания и точно так же зеркала доведены сюда. Всё это у меня записано в моей тетради. Помните, я говорил, что у меня уже было исписано два листа, так вот сейчас у меня эти два листа уже заканчиваются, потому что всё, потому что некуда писать. В общем, здесь два монтажных блока, разъёмы, какие-то записи для себя, что-то не забыть. Вот сейчас нужно не забыть доложить чек, ЕЛС, это электрическая нагрузка, кондиционер включения и СП-2 на случай разных коншин блока 3WR. Вот, здесь по кнопкам, значит, компания Carbutens, в которой мы заказываем кнопки, она временно не работает, и, ну, там, видимо, какая-то ревизия у них станка ЧПУ, и пока с кнопками мы подвисли, но ничего страшного, потому что кнопки можно купить и в любой момент доставить, но каждая колодка для кнопки, она у нас подписана. Именно внизу сейчас у нас задействована кнопка, это люстра на будке, это отключение топливного насоса, то есть, система, как на спринтере, который мы делали недавно, значит, когда включается ГБО, то есть возможность выключить насос кнопкой. Работа насоса у нас будет отображаться на самой кнопке, ну, вот то окошечко, которое горит, когда кнопка, допустим, активна, вот там будет гореть лампочка в том случае, если работает насос, независимо от того, нажата кнопка или нет, насос работает, лампочка горит. Лампочка не горит, соответственно, насос не работает, владелица автомобиля будет всегда это учитывать. Здесь еще есть ПТФ и свет в будке, а на верхней части у нас там кондиционер, всего так много, что я забываю. Аварийка у нас будет дополнительно, кнопка здесь аварийки, камеры переключения, потом будет зеркала, TI's и беркут, компрессор, да, вот, еще шесть кнопок, но пока остается одна кнопка свободная, потому что вниз я еще добавил кнопку на газ, на ГБО, ГБО будет включаться у нас стандартной кнопкой, и попросил, чтобы было отображение ГБО на панели приборов, то есть, если машина на газу, то щиток будет оповещать, не знаю, получится, нет, должно получиться. Также попросил разработчика прошивки Александра из Омска, чтобы он сделал мне режим круиза, чтобы, если щиток поддерживает отображение круиза, чтобы показывал, но я думаю, что вот это устройство, которое у нас показывает температуру, блин, оно мне так, честно говоря, нравится, это так круто на самом деле, видеть прямо все в одном месте, вот, это устройство тоже будет показывать нам режим круиза, ну, будет, значит, два показывать, ничего плохого в этом не вижу. Сейчас все в разобранном состоянии, по той причине, что, я, как уже сказал, сначала мы все соберем до конца, все проверим, и только потом я еще раз все это сниму, и буду заниматься, уже промотаю все до конца, и только потом я буду заниматься рулем. Мне нужно сидение, мне нужно быть чистым, потому что руль уже перетянут, хоть я и говорил, владельцы не перетягивай, не послушал меня. Вот, что еще, шайба, кстати, я хочу, я хочу, я очень хочу проверить, посмотреть, как будут отображаться режимы шайбы. У меня вот здесь вот проводки, это у меня, о, круиз, вот, это кнопка круиза, все, класс, а это у меня, значит, шифты, сейчас попробуем шифтами пошифтить, что-то не работает, не работает, ну, мы разберемся, почему не работает, все, со щитком пока все. Вроде бы рассказал все, не знаю, может, что-то и забыл, потому что здесь столько всего, что когда мы будем снимать финальный видеоролик, мне придется, наверное, составлять какую-то сюжетную линию, чтобы не забыть о тех мелочах, которых мы тут наделали очень и очень много. Давайте еще разок запущу вам этот прекрасный двигатель. Послушайте, как звучит первый в России двигатель 3UR на газели без выхлопа. Это очень сильно отличается от того, к чему мы привыкли, то есть, по сравнению с двигателем 3UZ или 2UZ, этот двигатель кажется каким-то мега-могучим, особенно, когда ты находишься в яме, а сверху кто-то газует. Сейчас у нас будут пусконаладочные работы, сейчас мы все проверим, после чего будем уже непосредственно собирать на чистовую, закончим все вот эти детали, мелочи, поедем кататься, но я уже выезжал, и я вам хочу сказать, что с парой 43.10 в мосту она будет просто отрывать, я уверен, что она срывать будет колеса, в общем, это будет адовое валилово, которого еще никто не собирал на газелях, я уверен. Вот, обязательно в следующем видеоролике прокатимся, покажем, как она разгоняется, все вот эти моменты, ну, а на сегодня, я думаю, все, я больше не знаю, что рассказать, следите за нашими шортсами, следите за нами, до скорых встреч, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok